Читали статистику, да? Не читали? Правильно, кто вам такую статистику читает, да? Катастрофа. Прямо эпидемия одиночества, особенно среди женской интеллигенции. Тьфу ты, мать моя. Если так пойдет дальше, скоро ни одной замужней интеллигентки не будет. Мне недавно сосед привез газету из Риги. Почитай, дам. Читаю. Ну, мать моя. Вдруг дохожу до оригинальной рубрики «Брачные знакомства». Ой, мать моя. Читаю симпатичная блондинка ищет. Обаятельная брюнетка ищет. Даже полненькая, рыженькая, не первой молодостью. И та туда уже. Причем ты замечаешь, как она про себя пишет. Полненькая, рыженькая. Не толстая, рыжая. Нет, полненькая. Рыженькая, тьфу ты, мать моя. Прям парад красоты. Причем это остальные все как-то сами ищут. Ну, и эти, видно, подобрались настолько с натюрмортами, что только через прессу. Ладно, читаю дальше. Вдруг вижу. Женщина, сорока пяти лет. У-у-у-у. Библиотекарь. У-у-у. Дуэй, дети, мать моя. Соединит свою жизнь. Главное, она соединялка. С интеллигентным человеком. Имею свой домик. Так. С садиком. Так, так, так. На берегу Днепра. В городе Херсоне. Ну, там адрес требует спросить, Лидия Михайловна. Ну, я еще раз перечитал домик. Садик. Днепр. Ну, что ж, думаешь, женщина симпатичная. Можно соединяться. Ну, иду на переговорную, звоню трубку сама, и женщина сама подошла. Мать моя. Ну, я представился. Причем, знаешь, как? Илья сказал свое. А отчество соседа. Ну, что ж, говорю, Лидия Михайловна, прочел я в газете ваши коммуникеты. Ну, к сожалению, тот человек, я вас совсем не знаю. Поэтому я хочу сразу уточнить одну деталь. Имеется ли, говорю, у вас корова? Или поросенок? Или вообще, говорю, какая у вас мясная перспектива? Она говорит, да, 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 Петр Абдурахманович. У меня цыплятки. Мать моя. Сколько цепок цепок? Она говорит, пять штук. На что она рассчитывала? 45 лет коровы нет. Господи, гуджа, и того нету. Прежде даже поговорить нет. Я говорю, не гуджа, Лидия Михайловна, пять цепочек, это прямо скажем, не гуджа. Ну, считайте, что вам повезло. Нарвались на редкого интеллигенда, жарят цепочек, завтра выйдет. Она говорит, породнитесь, что так неожиданно. ну, еще раз. Что же в вашем положении сразу такое счастье поверет? Жарят цепочек. Она говорит, все-таки хотелось бы знать хотя бы толпу профессии, сколько мы зарабатываем. Я думаю, куриная королева, сколько мы зарабатываем. Я говорю, вы уже спросили, сколько я бы отдал память. Она говорит, простите ополнение, что ты не то ли оплыл. Это, конечно, не главное, главное, что вы любите детей. Я говорю, как ты их, я детей люблю. Она говорит, ну, как же, я же написала в газете, что у меня двое такие очаровательные, двойняшки. Одному, говорит, 16, 16, а другому 14. Так, спятила от радости невеста табака. простите, это как понимаете, двойняшки, но одному 16, а другому 14. Значит, все же один двойняшка сразу вышел, а другого два года уговаривать пришлось. Ты представляешь, два года в роддоме ципа-ципа. Она говорит, нет, это я их так образно называю, они, говорит, очень друг на дружке похожи. Кстати, вы, наверное, все время пытаетесь представить, она мне говорит, какая у меня внешность, а это зачем? Она говорит, да, я не красавица, а вот, говорит, наверное, вы. Мать моя. Танец.